Жалдат Калимулин В доме пять подъездов и лифты стоят в каждом, даже несмотря на то, что две подъемные машины поменяли еще два месяца назад Нам сказали, ждите очереди, какая может быть очередь, если у нас капремонт делается редко В подъездах лет пять назад делали ремонт и лифт не меняется, который постоянно застревает По словам местных жителей, неработающий лифт уже привели к трагедии Она произошла в начале прошлой недели, пожилой мужчина поднимался пешком к себе домой на седьмой этаж Сердце не выдержало нагрузки, пенсионер скончался, но даже после этого лифты стоят мертвым грузом В управляющей компании не смогли ответить, когда их запустят, жалуются жильцы Обращалась в управляющую компанию, сказали, что документы все на подключение лифта сдали в Ростехнадзор Как рассказали местные жители, проблема неработающих лифтов касается не только третьего дома по улице Дубравной Но еще и триа и семь, и получается, что целый микрорайон ходит пешком по лестнице В управляющей компании сегодня объяснили, почему запуск лифтов затянулся ради безопасности жителей Все необходимые документы должны пройти проверку в Ростехнадзоре, заявили жилищники В настоящее время Дубравная-3, строительно-монтажные работы завершены Страховка на лифты, лифты застрахованы, имеются паспорта, имеется также декларация соответствующего таможенного союза В настоящее время отправлено уведомление в надзорный орган Ростехнадзор Приволжского управления Чтобы согласно постановлению 743 2017 года, 24 июля, чтобы согласно нему мы официально ввели лифты Чтобы они дали нам акт ввода, акт ввода дают, мы вводим лифты Так что пока вопрос, когда же лифты снова начнут работать, пока остается открытым Артем Логвинов, Владимир Ладушкин, телеканал Эфир Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24